Я приветствую зрителей нашего пятого видео. Сегодня мы будем говорить о лидерах, о лидерской работе, о том, как помогать людям стать лидерами и как самому стать лидером. В качестве вступления для новичков или для тех, кто не видел первые четыре видео, краткое резюме. В первых двух видео мы говорили только о том, какие правила действуют в нашем бизнесе, какие правила следует соблюдать, какой внутренний психологический настрой необходимо иметь и на какую стратегию опирается наш бизнес. Ведь в любом бизнесе должна быть стратегия, об этом я рассказывал вам в первых двух видео. В третьем и четвертом видео мы говорили о навыках. Для того, чтобы добиться успеха в любом бизнесе, нужно осваивать определенные навыки, приобретать знания, изучать информацию. И с этой целью я показал вам видео 3 и 4. В них я рассказал вам о том, что нужно сделать, как нужно действовать и чем необходимо заниматься постоянно. Также я сказал вам, что если вы обладаете этими пятью базовыми навыками, то вы выходите примерно на ступень профи. Это начало уровня профи, конец уровня любитель. Теперь пойдем дальше. О чем я хотел бы рассказать вам в этом видео. Как стать лидером, как построить большую структуру и что для этого требуется. Эти видео, которые я для вас записываю, призваны показать вам реальную картину нашего бизнеса. Так что я не буду здесь ничего приукрашивать или говорить, что все легко и просто, скорее наоборот. Я продемонстрирую вам реальность для того, чтобы у вас выработался правильный подход к этому бизнесу. Ведь многие терпят неудачу именно потому, что у них нет правильного подхода, потому что они не желают видеть реальность или не понимают ее. Начнем с несколько неприятного факта, или, лучше сказать, с реальности. Если, например, вы построили структуру из ста человек, к моменту времени X, об этом мы еще поговорим позже, то, что за люди будут в вашей структуре. Я составил небольшую таблицу. Она наглядно покажет вам то, о чем говорит мой опыт, накопленный более чем за 20 лет. Как правило, у вас 70 клиентов. И это совершенно нормально. У вас в структуре 70 клиентов, которые не регистрируют новых клиентов или делают это в редких случаях. Они не регистрируют новых консультантов или лидеров. Этим они не занимаются. Их интересует продукция, позитивный эффект от ее использования, то есть у них другие интересы. Соответственно, вы можете исходить из того, что ждать от них новых регистраций не стоит. Следующая группа — это 20 друзей. Это те люди из вашего списка 100 знакомых и родственников, которых вы очень хорошо знаете. Они под вами зарегистрировались, они иногда немного слушают вас, когда вы рассказываете о бизнесе или о продукции. Может быть, они иногда приходят на ваши мероприятия или презентации. Возможно, они зарегистрируют одного-двух человек за все то время, в течение которого они подписаны на Vivasan. Затем у вас есть около пяти продавцов. Это те люди, которых интересует продукция. Они в ней отлично разбираются. Их интересуют только те объемные скидки, которые они получают благодаря продажам. То есть исключительно разница между рыночной и дистрибьюторской ценой. В этом заключается их интерес. Об этом они говорят и думают. Может быть, они зарегистрируют от трех до пяти человек. Это скорее редкий случай, но давайте все же будем исходить из этого. Далее есть три спонсора. Вот они уже хотят знать несколько побольше. Эти люди уже больше хотят делать бизнес. При этом они заняты в другой компании, например, работают где-то в офисе, но хотят в качестве дополнительного заработка построить вместе с вами небольшую структуру. Они начинают пробовать свои силы. Как правило, они регистрируют в вашей структуре от шести до девяти своих друзей или знакомых. И последняя группа – это два суперспонсора. Они действительно хотят активно погрузиться в бизнес и добиться значительных успехов, хотят расти вместе с вами до высокого уровня. У них имеются об этом свои представления и планы. За время своей работы в компании Vivasan они сами регистрируют в среднем около 25 новых консультантов. Такова ваша структура. Для некоторых это, возможно, прозвучало отрезвляюще, а кто-то и вообще был повергнут в уныние. Но на самом деле все далеко не так страшно. На основе этой таблицы мы можем сделать три важных вывода. Первый. Как будет выглядеть моя структура, если в ней будет всего 20 человек? Многого от нее тогда ожидать не приходится. Вы уже видите, первая цель, которая должна перед вами стоять, это как можно быстрее выйти на 100 человек. Об этом мы еще поговорим. А со структурой из 20 человек ожидать нечего. Конечно, всегда найдутся люди, которые подумают, ну а вдруг мне повезет, и первый же человек, которого я зарегистрирую, окажется суперспонсором. Так повезти, конечно, может, но это скорее редкий случай. К тому же наш бизнес не должен зависеть от везения. Следующий вопрос такой. Многие могут сказать, ну вот, у меня в структуре 100 человек, но это только клиенты. Только клиенты здесь надо поставить в кавычки. Да и они тоже покупают не каждый месяц, поэтому оборот у моей структуры низкий. Вот в этом и заключается первая проблема. Сколько времени вам понадобилось на то, чтобы зарегистрировать эти 100 человек? Шесть месяцев? Год? Два года? Три года? Четыре года? Десять лет? Это совершенно разные результаты. Ведь наш бизнес любит скорость. То есть, если у вас структура из 100 человек, которую вы построили за 10 лет, то вы и не можете ожидать появления в ней суперспонсоров. Это просто невозможно. Соответственно, вам нужно развить определенную скорость. А это означает, могу вам сразу сказать заранее, что если вы хотите построить большую структуру, то за первые шесть месяцев вам нужно построить структуру как минимум из 100 человек. И это правда жизни. А все остальное — лишь самообман и принятие желаемого за действительное. Так выглядит реальное положение вещей. Есть люди, у которых в структуре 300 человек или больше, но суперспонсоров нет, и они не появляются. И это вполне логично. Взгляните на то, какая система применяется в вашей структуре. А это именно то, о чем мы сейчас будем говорить, о системах. Для того, чтобы ваша структура вообще развивалась, в ней должна быть система. Конечно, вы умеете хорошо и подробно рассказывать о продукции, однако в части того, как работает бизнес, большинство людей никакой системе не следует. И поэтому многим требуется так много времени для того, чтобы достичь успеха, а некоторым это и вообще не удается. Все дело в том, что у них нет даже системы распространения информации о нашей продукции. Это те проблемы, от которых страдают многие в нашем бизнесе. И это лидерская работа. Ее не сможет выполнять любитель, не говоря уже о человеке на ступени хобби. И это работа лидера. И если вы действительно хотите быть профи, то вам нужно постараться внедрить в вашей структуре систему. Итак, вам нужна система. Только при помощи системы вы сможете построить большую структуру, которая будет самостоятельно работать и сама зарабатывать деньги. Давайте посмотрим, как это выглядит. Что такое успешная сбытовая структура? Шаг номер один. Построй сбытовую структуру из 100 человек за 6 месяцев. Это первый этап. А шаг номер два. Увеличь свою структуру до 500 человек за следующие 10 месяцев. То есть, через 16 месяцев, с того момента, когда вы говорите «я начинаю сегодня», у вас должна быть сбытовая структура примерно из 500 человек. Это не означает, что вы сами зарегистрируете 500 человек, но у вас должна быть система, при помощи которой вы передаете информацию. Какую именно, это мы обсуждали во втором и третьем видео. Вы не только сами находите заинтересованных людей, сами регистрируете, вы еще и находите других людей, которые будут делать то же самое, что и вы. Об этом мы еще поговорим более подробно. Итак, большая структура может появиться у вас только в том случае, это я хотел бы подчеркнуть еще раз, если вы за 16 месяцев зарегистрируете 500 человек. Точнее говоря, эти 500 человек зарегистрируются в вашей структуре. Таким образом, мы подходим к теме быстрого старта. Это навык. Вы сами должны стартовать быстро, и все партнеры в вашей структуре, которых вы нашли, тоже должны стартовать быстро. Почему это настолько важно? Зачем нужно за 16 месяцев набрать 500 человек? Почему нельзя сделать это за 16 лет? Все дело в тех людях, которых вы подписываете. Дело в нашей системе. И это относится вообще к прямым продажам, как таковым, не только к компании Vivasan. Давайте взглянем на статистику. Возьмем всех тех людей, которые хотят делать с нами бизнес. Статистика говорит о том, что большая часть из них, процентов 70-80, оставляет это занятие в течение 90 дней. Процентов 10-20 остаются. Почему так происходит? Допустим, начинают 20 человек. Эти 20 человек действительно хотят делать бизнес, начинают регистрировать, ходят на ваше обучение, если вы, конечно, проводите обучение, хотят начать действовать и внутренне настроены на то, чтобы что-то делать и чего-то достигать. Но в течение 90 дней большинство из них уходит из бизнеса. Почему так происходит? Давайте подумаем. Зададимся двумя вопросами. Что мотивирует человека остаться в бизнесе, и что мотивирует человека уйти из бизнеса? Мотивирует, когда у тебя появляются первые клиенты. Где взять первых клиентов? Другой вопрос. Мотивирует, когда получаешь свой первый небольшой доход. И пусть это даже всего лишь 20 или 30 франков, но человек понимает, так, вот я что-то сделал и что-то за это получаю, и это дает ему стимул продолжать. Мотивирует, когда приобретаешь друзей в нашем бизнесе. Мотивирует, когда тебя принимают в сообщество. Когда человек видит, что вокруг него люди, которые хотят ему помочь, дают ему советы, общаются с ним, и он не чувствует себя одиноким. Мотивирует, когда ходишь на учебные занятия по продукции, когда получаешь положительный опыт ее использования. Мотивирует, когда тебе звонят клиенты и говорят, знаешь, а тот продукт, который ты мне порекомендовал, отлично работает, я тебе так благодарен. Все это мотивация. Мотивирует, когда люди приходят на твои первые семинары, но для этого семинара нужно проводить. Когда они приходят на твое обучение, когда думаешь, у меня появились более глубокие знания, и, возможно, передо мной откроются новые горизонты. Может быть, я увижу, что раньше думал не совсем правильно. Вероятно, мне стоит поработать над своими мыслями и начать думать и действовать несколько иначе. Это мотивирует. Мотивирует, когда проводятся мероприятия по продвижению продукции, помогающие тебе лучше консультировать своих клиентов, пробуждать у них больше интерес. Мотивирует, когда человек понимает, что благодаря всему тому, что мы сейчас здесь вместе делаем, он начинает расти как личность. Это необычайно мотивирует. И таким образом накапливается опыт, который затем передается другим, тем людям из окружения, которые еще не занимаются этим бизнесом. Все эти вещи мотивируют. И, как вы здесь видите, ровно противоположное происходит, когда люди покидают этот бизнес. Когда они не испытывают эти маленькие радости. Когда они не приобретают этот положительный опыт. Тогда большинство людей покидают этот бизнес. Да, когда рассказывают о продукции Вивасан, это мотивирует. Но ведь дело не в одной лишь только продукции, как многие считают. Дело и во всех тех маленьких моментах, о которых я здесь говорю. Они важны для того, чтобы ваша структура сохраняла мотивацию, чтобы люди оставались в бизнесе, продолжали им заниматься и развивались дальше. Запомните, для новичка, который стремится делать бизнес и хочет начать действовать, решающими являются первые 90 дней. И если в течение этого времени не сработают эти мотивирующие факторы, то он уйдет из бизнеса. Это неписанный закон. Поэтому давайте подумаем о том, как мотивировать людей, как создать для них эти мотивирующие факторы. Это можно сделать, имея систему. И об этой системе мы сейчас будем говорить. А что это вообще такое, система? Система — это определенная последовательность действий, которые все выполняют для того, чтобы получить определенные результаты. Это значит, что каждый знает эту систему, каждый по ней работает, и эта система действует. Вот три важных фактора. Если система есть только у вас, а ваша структура или ваша команда по этой системе не работает, то это не имеет смысла и совершенно ничего не даст. Для того, чтобы работа шла по системе, это нужно контролировать, но об этом позже. Важно, чтобы каждый знал эту систему, каждый работал по ней, и чтобы эта система действовала. Кроме того, когда вы рассказываете людям об этой системе, и когда они начинают с ней знакомиться, у них должно возникать такое ощущение. Да, это же довольно просто. Это работает, и я так тоже смогу. Это очень важно. Поскольку если у людей будет другое ощущение, это что-то очень сложное, а сумею ли я так, не знаю, то система работать не будет. Соответственно, при помощи обучения, презентации, подробных объяснений, людям дают понять, это достаточно просто, это совсем не сложно. И у них возникает мысль, ага, это работает, я это вижу, значит, я тоже буду этим заниматься. Итак, о какой системе мы вообще говорим? Пусть вас не смущают эти названия. Самое главное, это чтобы вы поняли, почему нужно предпринимать те или иные действия. Вы еще помните наше первое видео? Там говорилось о том, что вы должны понять это почему. Это одно из правил. Ведь если вы не понимаете это почему, то и действовать вы тоже не будете. Необходимо понимать, почему вам нужна система. Вам нужна система привлечения клиентов. Где мне взять клиентов? Видео 3. Как мне говорить с клиентами? Как их приглашать? Какие вспомогательные материалы у меня для этого есть? Видео 3. Посмотрите его еще раз. Как консультировать клиентов? Как делать презентацию? Посмотрите еще раз. Система привлечения консультантов. Где мне взять консультантов? Как мне говорить с людьми таким образом, чтобы у них появился интерес принять участие в бизнесе? Просто начать. Просто попробовать. Видео 4. Как мне завершать разговор? Если в конце разговора речь идет о продукции, то в первую очередь обратите внимание на то, какие последние вопросы нужно задавать потенциальным клиентам. Система «Быстрый старт». Эту тему мы подробно разбираем в этом видео. Кроме того, вам нужна система продвижения своих учебных занятий, мероприятий, семинаров. Как их проводить? Как их организовывать? Это тот навык, который вам еще предстоит освоить. И, разумеется, вам нужна система для развития лидеров. В одиночку вы никто в этом бизнесе. Вырасти вы сможете только, если у вас будет много партнеров. Как находить этих партнеров? Как их развивать? Об этом я расскажу вам в седьмом видео. Итак, что вы должны вынести из этих вступительных слов? Это понимание того, что в структуре нужна система. Простая, которую можно дуплицировать. И нужно, чтобы каждый участник вашей команды эту систему применял. Это образ мыслей лидера, который хочет выйти на высокий уровень и построить действительно большую структуру. Ну так и что же это за система? Есть ли у нас в компании Vivasan такая система? Да, у нас есть очень простая система. И сейчас я вам о ней расскажу. Эта система учитывает все те аспекты, о которых я вам сейчас говорил. Это бизнес-группа. Для новичков поясню, чтобы вы знали, что это вообще такое бизнес-группа. Итак, бизнес-группа состоит из спонсора, который делает оборот 260 баллов на личных продажах и трех новых консультантов, которых он регистрирует в своей структуре в первой линии. И каждый из этих консультантов делает оборот 91 франк. Мы всегда говорим о баллах, а один балл – это один швейцарский франк. Если у вас с этим возникают сложности, то прочтите, пожалуйста, план маркетинга, либо спросите у вашего спонсора или лидера. Они вам объяснят. Это наша отправная точка. И она называется бизнес-группа. Почему бизнес-группа? Давайте подумаем. Спонсор, который делает оборот 260 баллов, должен был найти заинтересованных людей, поговорить с ними, мотивировать их. Он должен был сделать хорошую презентацию и затем рекомендовать людям конкретные продукты, то есть грамотно завершить разговор. Если он при этом относится к делу с пониманием, то он, вероятно, еще рассказал немного о бизнесе и зарегистрировал трех человек в своей первой линии. Как вы понимаете, для этого необходимо знание, нужная информация. А если действовать как в голову взбредет, то ничего путного из этого не получится. Вы можете пересмотреть видео 3 и 4, можете пройти обучение по продукции. Какие вспомогательные средства у вас есть, вы знаете. Сейчас я расскажу вам о том, какова должна быть ваша первая задача, которую нужно выполнить для того, чтобы запустить эту систему, чтобы построить большую структуру, чтобы выйти на 100 человек за 6 месяцев или на 500 человек за 16 месяцев. Вы должны суметь построить 3 бизнес-группы в своей первой линии и зарегистрировать трех новых консультантов. Об этом мы сейчас будем говорить. Я объясню, почему, работая именно таким образом, вы автоматически запускаете систему дупликации в своей структуре. Что это означает? Если вы создаете 3 бизнес-группы в своей первой линии, помогаете им развиваться, то это означает, что вы должны передавать знания тем людям, которые строят свои бизнес-группы. Как выглядит бизнес-группа, вы видите в левой части слайда. Если вам нужно больше информации по бизнес-группам, то почитайте книгу «Мои первые шаги в бизнесе Вивасан». Ее можно скачать в нашем интернет-магазине. И вам нужно найти трех клиентов, которые скажут, «Окей, я воодушевился продукцией Вивасан, я зарегистрируюсь для того, чтобы потом покупать эту продукцию дешевле». Что для этого требуется? Как это делается? Мы это все уже обсудили. Путь к решению этой задачи вы знаете. У нас есть четыре видео, в которых очень подробно рассказано о тех базовых навыках, которые вам необходимо освоить для того, чтобы суметь построить бизнес-группу. А кто вам в этом поможет? Если у вас есть знающий спонсор или лидер, то это прекрасно. Он вам в этом поможет. Быть может, вы стремитесь построить такую структуру, как та, что изображена на правой стороне слайда. Хочу показать вам ее еще раз. И может оказаться так, что вы хотите построить такую структуру, но при этом ни спонсора, ни лидера у вас нет. Такое возможно. Значит ли это, что вы обречены на провал? Вовсе нет. У вас ведь есть вспомогательные материалы. Вы можете еще раз посмотреть наши бизнес-видео 1, 2, 3, 4. Посмотрите их несколько раз, чтобы хорошо понять. А затем пользуйтесь этим. Попробуйте сделать первые шаги. А потом вам нужно будет передавать накопленный опыт своим людям, которые тоже захотят построить бизнес-группу. Вам нужно только рассказать людям о бизнес-группе. Все это мы обсуждали в предыдущих видео. Таким образом, при помощи этой системы вы запускаете процесс дупликации. Вам необходимо самим учиться, собирать информацию, а также передавать эту информацию другим. Так начинают многие, не имея хорошего спонсора или лидера. Здесь я еще раз привел вам адреса сайтов. На сайте vivasantbusiness.com можно найти все о нашей фирме, что требуется для презентации. vivasantgerman.com, english или russian.com – это те сайты, на которых вы можете получить всю информацию о продукции. Конечно, есть интернет-магазин, каталог, и, разумеется, предлагаются учебные занятия. Ходите на обучение. Компания vivasant работает уже более 20 лет, и везде проводится обучение. Каков будет результат, если вы это сделаете? Один из результатов – вы будете зарабатывать 340 франков в месяц. Если построите три бизнес-группы, зарегистрируете трех человек и сами продадите на 260 баллов, то вы заработаете 340 франков. Это замечательно, это быстрый старт, но самое важное не это. Совершенно точно не это. Самое важное для вас – это найти трех новых человек, которые построят бизнес-группу, пройдут у вас обучение, освоят с вашей помощью эту простую систему, поймут, что важно строить бизнес-группы дальше, и продолжат работать так, как вы им показали, или постараются продолжить работу под вашим руководством. Это, дамы и господа, стало бы вашим самым большим успехом после достижения вами первой цели. Итак, у нас есть 5-6 элементов, которые требуются вам для выстраивания системы. Я сейчас вам обо всем этом рассказал. Привлечение и обслуживание клиентов, привлечение консультантов и оказание им поддержки в развитии – быстрый старт. И давайте подумаем, действительно ли та система, про которую я вам сейчас рассказал, система бизнес-групп, включает в себя все эти элементы? Итак, мы поговорили о тех системах, которые должны дуплицироваться в вашу структуру, внедряться и применяться в ней. Поначалу все это кажется невероятно сложным. На примере бизнес-группы я вам показал, что это возможно. Причем возможно при помощи одной только системы бизнес-групп, если вы сконцентрируетесь на том, как строить бизнес-группы, как их дуплицировать в структуру и как их продвигать. Если вы сосредоточите свои усилия только на этом, то можно сказать, что практически все элементы системы вы уже задействовали. Давайте просто подумаем. Дупликация – это ключ к успеху. Если вы хотите создать бизнес-группу, стремитесь начать свой бизнес, то вам нужно найти заинтересованных людей. Это значит, что вы должны будете составить список 100 знакомых и родственников. Если вы это сделаете и будете помогать другим людям, которые тоже захотят построить бизнес-группу, то им точно так же нужно будет составить свои списки 100 знакомых и родственников. И тем самым мы уже имеем систему поиска заинтересованных людей. Это первая система, которая нам нужна. Вы даете инструкции, как говорить с людьми, как с ними работать, как приглашать на презентацию и так далее. То, что обсуждалось в видео 3 и 4. И благодаря этому у вас появляется система обучения. Вы учите, как работать дальше, как общаться с людьми из списка. И не забывайте о том, что этот список расширяется. Нельзя ограничиваться только списком 100 знакомых и родственников. Об этом я вам однозначно сказал в третьем видео. Этот список расширяется каждый день. Вы должны его непрерывно дополнять. А как это делается, я вам объяснил. Таким образом, мы с вами обсудили 4 важные системы. Информирование клиентов при помощи презентации. Привлечение консультантов при помощи рассказа о бизнесе. О том, как рассказывать о бизнесе, мы уже говорили. И система «Быстрый старт». Если человек создает бизнес-группу, только лишь одну бизнес-группу, то он уже получает 180 франков. Но если вы будете делать так, как я вам говорил, а именно сразу поставите перед собой в качестве первой цели создания трех бизнес-групп и привлечения трех консультантов, то вы получите 340 франков. И сможете быть уверены в том, что система продолжает работать. Как именно она продолжает работать и какие результаты вы получите, это я покажу вам в одном из следующих видео. Не нужно слишком много информации сразу. Но теперь, конечно же, возникают важные вопросы. У каждого зрителя этого видео, разумеется, есть несколько вопросов. Первый. Реально ли в составленном мной списке найти трех человек, которые захотят построить бизнес-группу? Нет? Нереально. Это зависит от того, как вы будете с этими людьми говорить. Если вы будете рассказывать только о продукции, то, конечно же, вы не сможете построить бизнес-группу. Точнее говоря, вы не найдете тех людей, которые будут строить бизнес-группы. Если вы будете рассказывать о бизнесе, то ваши шансы увеличиваются. Но может оказаться и так, что в своем списке вы не найдете ни одного человека, который захочет построить бизнес-группу. Так где же взять этих людей? Видео 3. Вы должны постоянно держать руку на пульсе, активно общаться с множеством людей, искать новые контакты, находить больше заинтересованных людей. А найти их можно лишь при том условии, что вы активно общаетесь с людьми. Как это делать? Я рассказал вам в третьем видео. Это очень важный момент. Если я научу людей, как строить бизнес-группу, то насколько реально, что они самостоятельно это сделают? Совершенно нереально. Абсолютно нереально. Вот смотрите. Чему-то научить — это не так просто. Ведь чему вы будете учить? Вы будете учить навыкам. Но тогда вам нужно задуматься над тем, владеете ли вы сами этими навыками, и применяете ли вы эти навыки на практике. Вы в любом случае должны находить заинтересованных людей, уметь разговаривать с людьми. Вы должны уметь заинтересовать людей, собой, компанией, продукцией. Как это делается, я объяснил. Но самое главное — вам нужно это делать. Если вы этого делать не будете, то и другие тоже не будут. Иными словами, если вы сами этими навыками не владеете, то вам сложно будет передать их другим. Сколько времени требуется на то, чтобы построить такую структуру? Три бизнес-группы и три новых консультанта? За месяц, разумеется. Ну что ж, часов 10-15 в неделю вам на это тратить придется. А если вы не готовы их тратить, то не стоит и ставить перед собой такие цели. Но даже если вы хотите построить большой бизнес, это не значит, что вам нужно сразу увольняться или бросать свою работу. Вы просто должны суметь выделить в своем плане на неделю эти 10-15 часов. И есть еще один важный момент. Вспомните видео номер один. Концентрируйтесь на той деятельности, которая вам что-то дает. Подумайте, я хочу построить три бизнес-группы и зарегистрировать трех консультантов за месяц. Что мне нужно для этого делать? Какие действия приведут меня к этому результату, дадут мне возможность его достичь? А остальное делегируйте. Это очень важный момент. Конечно же, некоторые консультанты говорят, ну хорошо, я научил своих консультантов Vivasan системе для создания бизнес-группы, но у них не получается достичь в этом успеха. Здесь мы имеем дело с той же самой проблемой. Ведь чему-то учить, рассылать литературу или ссылки, это всего лишь половина дела. Вы должны активно работать с людьми. А это означает, что вы сами должны хорошо знать, о чем говорите. И что еще важно, вы должны поддерживать людей. Если вам так не повезло, что вы не получаете никакой поддержки сверху, то это не может служить отговоркой для того, чтобы точно так же действовать с вашими людьми. Ведь для тех людей, которые подписаны под вами, верхний уровень структуры — это вы. Соответственно, если вы не получаете поддержки сверху, что, конечно, может быть, но бывает не очень часто, то вам нужно самостоятельно искать всю нужную информацию, самим набираться опыта и передавать его другим. Но и этого тоже недостаточно. Вы должны поддерживать людей при завязывании первых контактов, при первых разговорах, в том числе по скайпу, при первых личных встречах. Вы должны присутствовать на них вместе с этими людьми, помогать им. Если они теряются, услышав от собеседника вопрос, ответ или довод негативного характера, то вы должны им помочь. Вы же рядом, вы их поддерживаете. И благодаря этому у них, разумеется, появится уверенность в себе. Потому что система работает. В этом и заключается большой секрет такого подхода к делу. Вам не нужно самим встречаться с тысячей человек. Об этом речь вовсе не идет. У вас есть 2-3 человека, с которыми вы вместе строите бизнес-группы, и которым вы должны помогать. Первые 5 контактов, первые 5 встреч, вы присутствуете. Тогда люди научатся, и следующие встречи смогут проводить уже сами. Что еще порой можно услышать? У меня нет знакомых и родственников в моем городе. Они все живут в другом городе. Это, дамы и господа, вообще не проблема. Социальные сети, скайп, ватсап, зум, все это прекрасные средства коммуникации. Это те платформы, на которых вы можете работать, с помощью которых можно делать презентации и проводить обучение. И даже работать преимущественно через социальные сети. Так действовать тоже можно. Посмотрите, сколько людей проводят презентации в социальных сетях. Вы можете легко сделать часовую презентацию для социальных сетей, можете пригласить на нее своих людей и сделать презентацию с ними вместе. То есть это все лишь отговорки. В социальных сетях, через Zoom, через скайп, на этих и других платформах вы можете точно так же проводить свои презентации и учебные занятия, строить бизнес-группы. Что мне сейчас хотелось бы вам сказать? Вы посмотрели пять видео. В пятом видео вы услышали про азы лидерской работы. Узнали о том, как это делается, как строится система. А также услышали о том, что представляет собой бизнес-группа. Теперь пересмотрите эти видео еще раз. И подумайте над тем, как вы будете строить свою бизнес-группу. Подумайте, подушели вам это. Я желаю вам больших успехов и прощаюсь с вами до следующего раза. Спасибо. Оставайтесь здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.